Статистика по пожарам в Казахстане неутешительна. К примеру, только в Алматы, по данным ДЧС, за первые шесть месяцев 2017 года зарегистрировано 319 пожаров. Они унесли жизни 11 человек. Огонь нанес ущерб на сотни миллионов тенге и лишил пострадавших дома. Поэтому сегодня мы решили рассказать вам о том, как вести себя во время пожара и избежать печальных последствий. Знакомьтесь, это Маша. Она будет помогать мне в этом ролике. Привет, Маша. Привет. Маша. Да. У тебя розетка и скрит. Черт. Черт. Ой, 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 ой. А пока Маша думает, что делать в такой ситуации, давайте разберемся, почему это вообще произошло. Совершенно очевидно, что причиной возгорания здесь является то, что в розетку подключено слишком много электроприборов. Запомните, суммарная мощность приборов, подключенных к одной евророзетке, не должна превышать 3000 ватт. Это мощность духовки или одновременно работающих пылесоса и фена. Ну, вот вам таблица, чтобы долго не перечислять. Считайте сами. Так, давайте посмотрим, что придумала в этой ситуации Маша. Стоп. Вот это очень плохая идея. Почему? Ну, ты же не хочешь, чтобы тебя убило током. Поставь ведро. Что нужно делать, когда возникают проблемы с электричеством? Кричать и звать на помощь? Нет. Беги к щитку и выкручивай пробки или отключай рубильник. Бывают, конечно, ситуации, когда вы не успели отключить электричество и розетка уже вовсю горит. Не пугайся, Маша. Пока возгорание не слишком большое, можно справиться с ним самой. Для тушения ты можешь использовать землю из цветочного горшка или стиральный порошок. Ну вот, well done. Большое количество пожаров начинается с банальной неосторожности. Один из таких примеров – брошенный окурок, упавший на балкон к соседям снизу. Так что лучше этого не делать. Маша, Маш, у тебя, кажется, на кухне что-то горит. Да что ж такое? Сюжетная необходимость. Чего? Ничего, пойдем тушить. Стоп! Почему? Потому что двигая горящую сковороду, ты рискуешь отбрызгать масло, и тогда загорится все вокруг. Во-первых, выключи плиту. Все равно горит! Закрывай сковородку крышкой и надеемся на лучшее. Не такую. Стеклянная треснет от высокой температуры. Бери что-нибудь металлическое. Сыпь соду. Она поглощает кислород. Да, Маша, хорошо то, что хорошо заканчивается. Очень важно вовремя и адекватно реагировать на возгорание в доме. Еще важнее не паниковать и сохранять самообладание. Так вы сможете помочь не только себе, но и другим людям, оказавшимся в опасности. Ммм. Маша? Ммм. Обернись. Дышать в таких случаях нужно через многослойную ХБ-ткань, желательно увлажненную водой, чаем, безалкогольным напитком. Это защитит бронхи и легкие от химического раздражения. Маша совершенно правильно делает, что двигается ползком. Это снижает вероятность того, что она задохнется от дыма. Нужно держать голову не более чем в 30 сантиметрах от уровня пола, чтобы не отравиться токсинами. Документы стоит брать только в том случае, если вашей жизни не угрожает опасность. По возможности закрывайте окна в доме, иначе создастся тяга и помещение быстро наполнится дымом. Закрывайте за собой двери, чтобы перекрыть дорогу огню. Двигайтесь к выходу из квартиры. При первой же возможности вызовите пожарных и предупредите соседей об опасности. Если огонь преградил путь к выходу из квартиры, самое безопасное место – это ванная. Необходимо закрыться там, намочить полотенце и заткнуть ими щели в двери и вентиляционное отверстие. После этого набрать воду в ванную и лечь в нее, дожидаясь спасателей. Ну вот и все, дорогие друзья. Теперь вы знаете, как правильно вести себя во время пожара. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, если это видео было полезным для вас. Ну и, конечно, не забудьте поделиться этим видео с теми, о ком заботитесь.